всем большой привет с вами татьяна сидоренко и сегодня мы выполним самый трендовый дизайн грядущего сезона это маникюр в стиле old money или маникюр без маникюра или тихая роскошь название у него множество ну а суть одна это сделать так чтобы ногти выглядели максимально натуральными но у меня своя интерпретация и есть небольшие лайфхаки и секретики как сделать этот маникюр еще лучше и еще красивее и так давайте начнем со снятия как всегда снимаю старое покрытие твердосплавной фрезой кстати были вопросы спрашивали почему я не работаю фрезой керамической дело в том что керамическая фреза и действительно керамическая которая изготовлена из качественного материала она стоит порядка двух с половиной тысяч рублей сейчас может быть даже и дороже а фрезы которые вы покупаете на алиэкспрессе или заказываете где-то на вайлберисе это далеко не керамика и еще они снимают в очень крупную стружку и зачастую пикут поэтому я от них давным-давно отошла использую обычный твс как всегда подготавливаем натуральный ногтевой пластину к покрытию при помощи пилки я работаю самой мягкой стороной пилочки эта сторона на 240 грит и обратите внимание что когда я работаю по ногтю именно в зоне кутикулы обязательно пилка должна вас лежать параллельно ногтевой пластине то есть ни в коем случае ребром и в ноготок не утыкаемся чтобы не наделать пилкой пропилов далее мы аккуратно создаем карман здесь тоже очень важно помнить что у нас не должно остаться никаких склеек каждый ноготок мы просматриваем отодвигаем максимальную складку и смотрим чтобы у нас не было склеек чтобы наша фреза в дальнейшем не прорывала эти склейки а именно уже работал только на открытом кармане только то есть под кутикулой далее вы всегда должны помнить чем больше вы видите лунку то есть здесь у меня на ручках мамы лунка достаточно хорошо просматривается чем больше вы видите лунку тем значит меньше кармашек то есть не глубоко вы можете в него зайти поэтому я работаю только самым-самым носиком фреза у меня 23 диаметра с красным пояском и здесь когда мы заходим в боковушку тоже помните что у нас фреза должна идти чуть-чуть под наклоном чтобы не перепиливать боковую стенку потому что если ее перепиливать как следствие может появиться анихолизис это не очень приятное последствия от неправильно выполненного маникюра и срастить его очень и очень сложно плюс если у вас зачастую появляется от слойки именно в боках обратите пожалуйста внимание первое на прокрас базы под подложку и второе как раз таки не перепиливаете ли вы стенки возможно стенки настолько истощены и истончены что у вас просто уже нет сцепки делаем срез самые любимые ножницы 505 pro от silver star тонкие кончики работать просто одно удовольствие подлезут вообще куда только захотите действительно хороший инструмент работаем уже очень давно и посмотрите насколько маленькие у меня шажочки то есть если вы будете делать большие шажки при срезе то очень велика вероятность того что ваши ножницы просто воткнуться в кутикулу и они не успеют сделать вот этот вот полукруг поэтому выбирайте шажочки по одному тире два миллиметра если вы конечно же хорошо знаете руки или у вас очень мясистая кутикулу клиентов можно чуть больше но я бы не советовала и так работать сегодня будем на торговой марке мистик здесь у меня ластинг-база средней консистенции наношу ее кистью из флакона смотрю обязательно чтобы у меня все боковушки были прокрашены обязательно нашу максимально близко к кутикуле для того чтобы у меня не было от слоек в этой зоне и также не забывайте о том что кисть вас не должна быть очень сухая потому что очень сухой кисточкой при прокрашивании в боковых зачастую появляются такие проплешинки которых вы не видите но вот если снять дисперсию вы обязательно увидите эти проплешины как раз таки там потом и появятся отслойки ну и в чем же секрет весь у нас состоит берем и белый гель под номером 1 и берем мы базу смешиваем все не в какой-то там пропорция просто ориентируйтесь на цвет и всегда вмешивайте именно белый гель-лак в базу а не наоборот потому что потом вам очень тяжело будет создать именно нужный цвет нам нужен полупрозрачный белый но такой чуть плотнее чем полупрозрачный и посмотрите у меня у мамы уже ручки возрастные немножко деформировала слунула а мы рисуем ровную красивую лунку это делается кстати очень быстро за счет того что у нас этот материал полупрозрачный делаем мы ее плотненькую и далее будем работать прозрачным потол гелем это кстати новинку мистик снимаем дисперсию с нашей лунки и делаем небольшое выравнивание даже не выравнивание а построение архитектуры потому что ботл гель это все-таки жесткий материал не нужно об этом забывать то есть выпиливание натурального ногтя и так далее это все обязательные процедуры при работе с любым жестким материалом не забывайте что у меня на официальном сайте мистик есть промокод танюши 92 который дает вам скидку целых 15 процентов при заказе все обязательно пропишу вам в инфобоксе и оставлю также ссылочки наносим сначала тонкий слой потом распределяем небольшую каплю по центру ну а по бокам дорабатываем тонкой кистью все как обычно ботл гель консистенции ближе к жидкой но не течет никуда не утекает не печет и очень быстро сама выравнивается далее мы убираем длину как раз таки у нас появляется толщина при помощи которой мы можем выпилить именно натуральный ноготь то есть если бы мы форму выпилили сразу опилили то у нас бы этой толщины не было потому что наше выравнивание постепенно сходит к торцу на нет а тут мы убрали длину и как раз таки то толщина которая была примерно от двух миллиметров от свободного края у нас она появилась и позволила нам убрать все лишнее далее опиливаем форму овал вообще маникюр в стиле old money может быть любой формы но длина предпочтительнее все-таки короткая это какие-то мягкие форма по типу мягкий квадрат или овал либо сквовал миндаль видела редко но я думаю что тоже можно и в принципе самое главное сохранить ту суть что нам нужно сделать эффект здоровых ногтей далее после опила формы мы бафим сверху боттл гель для чего мы это делаем после снятия дисперсии он не имеет небольшой глянец а мы сверху будем наносить базу девчонки это база амбра это моя личная вам рекомендация я делаю ее и в педикюр в тонкий слой использую ее в качестве камуфляжа и делаю вот такие вот невесомые ногти она отлично тонирует ногтевую пластину это базу у меня уже не знаю наверно 4 или 5 флакон она достаточно давно появилась но этот цвет вот прямо знаете без без розовинки он у девчонку моих у клиентов запал им в душу сделали тоненький слой и нанесли его с заходом на ту лунку которую мы с вами прорисовывали и поэтому она чуть затонировалась то есть видите она стала такой немного бежевой мы ее немного притемнили и посмотрите насколько натуральными получаются ногти самый главный запрос мамы был в том чтобы у нее свободный край не просвечивал то есть не дай бог что-то и все равно дефекты ногтевой пластины хочется просто прикрыть то есть не хочется делать просто прозрачные ногти посмотрите насколько аккуратным смотрится маникюр ногти смотрятся здоровые красивый натуральный бежевый оттенок и вот эти белые луночки все-таки они немного его освежают напишите пожалуйста в комментариях как вам дизайн знаю что многие очень ждали это видео и в инстаграме меня просили быстрее его смонтировать но мне как кажется логично и было выпустить его первым на youtube потому что объяснений здесь все-таки много ну и конечно же жду ваших комментариев и лайком под этим видео не забывайте пожалуйста подписаться на мой канал чтобы не пропускать новые интересные видео с вами была татьяна сидоренко всем пока